Добрейшего, между прочим, зимнего денёчка, дорогие друзья мои! Все живы? Все здоровы? И никого тролль тут не покусал? У нас сегодня очередной выпуск сплетен, новостей и прочего непотребства. Потому делаем погладку священного Эля и внимательно следим за тем, что вы узнаете в этом выпуске. Очередные изменения в касте сериала по Властелину Колец. Наконец, мы вроде как узнаем, кто эта сильная и независимая мадам. Готика. Эх, хорошо-то как! Можно поиграть в обновлённую Готику, но недолго. На подходе кооперативная игра по вселенной Dungeons & Dragons. Долина ледяного ветра. Я иду свершать полвиги. И, конечно, страшно интересная новость, где идёт сериал по вселенной Говарда Лавкрафта. Это вам не эти ваши перекачанные ведьмаки. Ну и, разумеется, ещё куча всего интересного. В общем, как и всегда, рассказать есть о чём. Так что не смейте переключаться, или вас ждёт ужасная кара в виде протухшего пива до конца ваших геройских дней, или пару болтов из моего нового двухствольного лука. Не спрашивайте, как это работает. Неважно. Делаем все магические ритуалы с подпиской, колокольчиком, звонким лайком, а я приступаю. Уилл Полтер не появится в сериале от Амазон. По информации издания WRNT, Уилл Полтер не появится в сериале «Властелин колец» от Амазон Прайм. Как это было заявлено ранее. Причиной его отказа является слишком перегруженный съёмочный график актёра и его участие в других проектах. Ранее это же издание сообщило об участии британского актёра в сентябре этого года. Кого должен был сыграть Полтер, мы рассказывали вам в предыдущих выпусках, но, разумеется, это были только слухи. А мы, между прочим, да, господа разумные, доверяем, но проверяем, и ожидаем подтверждения данных. Хе-хе, да. Но один ушёл, другой пришёл. К актёрскому составу сериала «Властелин колец» присоединилась актриса Эмма Хорват, снимавшаяся в триллерах «Веселица 2» и... в фильме со странным названием «Лайка и делись, смотри». Её роль и имя персонажа пока неизвестно. Портал Deadline сообщает, что Хорват досталась одной из главных ролей. В общем, да, вероятнее всего та самая сильная и независимая героиня. Надеюсь, только по сюжету она не будет обращаться в суд с обвинениями Мелькера в какой-нибудь нетерпимости. Первый сезон из 20 эпизодов, предположительно, выйдет в 2021 году, а дате выхода второго Амазон уже, да, официально продлили шоу. Пока ничего неизвестно. А в общем, история такая. Народ такой. «А, где наша Готика? Сколько можно ждать? Гоните уже!» А THQ Nordic такие, да, нате, прототипчик ремейка первой части, пара часов геймплея вот вам с барского плеча. Хоть уиграйтесь, а потом проголосуйте, надо оно вам или нет. Если наберется достаточно лайков, то следующее видео появится в смысле «Сделаем вам игру!» 13 декабря THQ Nordic удивил поклонников серии «Готика», без лишнего шума, выпустив играбельный прототип, своего рода демо-версию ремейка первой части игры. Его добавили всем пользователям Steam, у которых в библиотеке есть игры Piranha Bytes, вроде «Готик», «Эликс» или «Райзен». Ремейк можно пройти за час-два, а в нем можно даже заработать 29 достижений, после чего игрокам предложат пройти опрос о технической составляющей геймплея. Это позволит издателю понять, в каком виде поклонники хотят увидеть ремейк первой части. Ну, разумеется, если захотят. Собственно, давайте-ка и мы проведем свое голосование. Нужна ли нам новая, а точнее обновленная «Готика»? Мое мнение очень нужна, ибо давненько нету настоящих РПГ. А если есть, то пишите, что из последних РПГ, на ваш взгляд, было достойным проектом. Где лучшие праздники? Ну, я синкратен, в Средиземье! А почему? Ой, ну что за глупые вопросы-то? Ведь во «Властелин колец онлайн» прибыл Йольский фестиваль, а вместе с ним и новые награды, и множество зимних развлечений, и все это веселье аж до 7 января. Во время Йольского фестиваля можно получить специальные зимние подарки в Хоббит Презенс. Так что, кто все еще проводит время в этой великолепной ММО-РПГ, ловите момент! Вот она, новость, которая уж меня-то точно порадовала. В 2020 году Wizards of the Coast планирует выпустить компьютерную игру Dark Alliance Action RPG от третьего лица для кооперативного прохождения. Попрошу заметить, до четырех игроков. Вы, возможно, уже видели трейлер, но помимо него есть еще несколько геймплейных скриншотов альфа-версий. Вот, пожалуйста, взгляните! Разработкой игры занимается студия Tokyo Games, причем аж с 2017 года. Да, долго. Хотя, судя по словам Джеффа Хэттема, идея появилась еще в 2013 году. События Dark Alliance будут проходить в долине ледяного ветра после событий книги The Crystal Shard Роберта Сальваторе. Жду, жду, жду. Думаю, это будет отличный проект для того, чтобы отправиться с друзьями в настоящее приключение. На стримах будет обязательно. Хотя, согласитесь, наши-то стримы и так великолепны. Особенно-то ролевые я сам не похвалю, никто не похвалит. Ну да ладно, переходим к следующим новостям. Новостя анонсировано новое MMORPG, да еще и какая-то странная и необычная New World. Необычное MMORPG от Amazon, которое выйдет в 2020 году на PC. В Стиме уже стартовали предварительные заказы за 1299 рублей. В ролике раскрывается сюжетная завязка, где многие сражались за контроль над артефактом, который в итоге порабощал их. Поживем, да увидим, что из этого, собственно, и получится. Так, или выпили, пока новости слушали? А как насчет крови? Ибо вампиры шастают уже совсем рядом. В сети появилась пара новых роликов Дракулы от BBC, Стивена Моффата и Марка Геттиса. Новая адаптация истории известного вампира начнет выходить 1 января 2020 года и будет состоять из трех эпизодов. На Netflix все эпизоды выйдут уже 4 января. Так, ага, видали свежий трейлер Hellblade? О, да, согласен, он великолепен. Но внезапно многие начали обсуждать на форумах, а кто же исполняет роль Сенуа в Hellblade 2. Потому что некоторым показалось, что внешний вид героини сильно изменился, и это уже не Мелина Юргенс. Напомним, что Юргенс работала и работает в Ninja Theory, режиссером видеомонтажа. Не волнуйтесь, во второй части именно Мелина. В Инстаграм она уже разместила пару сторис с удивлением, что ее не узнали. Hobby World открыли продажи энциклопедии «Чудовищ» для пятой редакции Dungeons & Dragons. Для поклонников русскоязычного издания отдельный бонус-пасхалка – наклейка с монстром, пчелохранилище. Потому что, куда ж без самоироний. Их получают только покупатели книги в сети магазинов Hobby Games. Шоураннеры «Игры престолов» спродюсируют фильм по комиксу «Лавкрафт» об оживших чудовищах писателя. Комикс «Лавкрафт» рассказывает о жизни писателя. Детали сюжета в экранизации держатся в секрете. Но источники издания говорят, что Бенниоф и Уайс хотят раскрыть идею того, что существа, придуманные писателем, были реальны. Задумка необычная и довольно-таки пугающая. В любом случае, ждем. Думаю, это будет интересно и гораздо лучше финала сериала «Игра престолов». Тут уж что ни слепи, все равно будет лучше. Ну так, собственно, вот такие вот дела, друзья. Надеюсь, этот выпуск был насыщен отличными новостями, которые были вам по душе. И потому вы не будете жадничать и поделитесь звонкой монетой с изображением пальца вверх. А я отправлюсь за новыми историями, которые вы можете услышать только в нашей таверне. Потому до очень скорой встречи, друзья. И помните, палату принимаем мы только одну, а мой двухствольный лук уже заряжен. И да, все еще не стоит спрашивать, как он работает и кто его мне сделал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА